Киров стал лидером упойной статистики России. Другими словами, жители области чаще остальных в стране травятся алкоголем. С января по сентябрь этого года 376 случаев. Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. Койки в наркологии, как правило, не пустуют. Пациентов туда доставляют каждый день. Вместе с тем растет и смертность от алкогольных отравлений. Что не стоит петь, чтобы не оказаться на больничной койке? В следующем сюжете. Улица Баумана, Коминтерн. Молодой человек заходит в Бакалею. Здравствуйте. Шкалек есть у вас? Можно один? Чего не можно? Один? Один. Через считанные минуты молодой человек выходит на улицу с пузырьком в руках. Возвращается уже с полицейскими. Небольшое помещение на скромной витрине запрещенных продажа лосьонов не найти. Зато крупными буквами продавцы здесь без вредных привычек. Продавать запрещенные спиртосодержащие жидкости из-под полы, видимо, не в счет. Вот вы только что продали вот эту вот гадость. Медовый люкс. В какой цене вы продали? 25 рублей. А вы знаете, что вышло постановление главного санитарного врача? В том, что прекратить продажу спиртосодержащей жидкости менее 58 рублей емкостью 100 миллилитров. Ни о каком запрете на продажу так называемых шкалеков не слышал ни продавец этой точки, ни владелец. И таких, для кого требование прекратить отпускать перчики, лишь надпись на бумаге, судя по статистике, немало. В этом году по количеству смертей от случайных отравлений алкоголем Кировская область вошла в топ-5 регионов России. Вместе с Москвой, Свердловском, Омском и Воронежем. Об этом свидетельствуют данные Росстата и лишь за первое полугодие 2017-го. Иркутска в статистике нет. Трагедии, прокатившиеся по региону год назад, не прошли бесследно. В 2016-м от употребления спиртосодержащих жидкостей в Иркутске скончались более 70 человек. Есть ли что-нибудь? Ну, что-нибудь покрепче. Шкалы. А? Шкалы. Шкалы? Ну, давайте, что-нибудь там. Не знаю. Ну, давай. А еще чего-нибудь есть? Нет. Ну, давайте два медовых. Нормально? Не поправлю себе? Нормально. Продавца, чей голос слышен на оперативной съемке, на днях судили. Во время контрольной закупки экспертиза выявила, тоник содержал микропримеси, ацетона, метанола и других токсичных веществ. 52-летнюю женщину привлекли за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Проданный за 25 рублей медовый тоник ей обошелся судимостью и штрафом. Суд признал Багину винову в совершении преступления при 8-й части 1-й сети 238-го главного государственной федерации назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с рассрочкой штрафа в размере 1 тысяч рублей на 10 месяцев. Кировчане стали чаще травиться алкоголем. Специалисты Роспотребнадзора подсчитали с января по сентябрь этого года 376 случаев. Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. Койки в наркологии, как правило, не пустуют. Пациентов сюда доставляют каждый день. Больные поступают в коме с нарушением дыхания. Естественно, если при отравлении метанолом, там тяжело возникает нарушение кислотно-основного состояния в организме, то есть выраженный ацидоз, возникает у больных отек, выраженный отек головного мозга. От отравления алкоголем мужчины страдают в три раза чаще, нежели представительницы слабого пола. Впрочем, именно слабость к спиртному – основная причина отравлений. Люди не в силах остановиться, выпивают больше, чем может переработать организм и погибают. Смертность от спиртного в сравнении с прошлым годом пошла вверх. Чаще всего перебарщивают с крепким алкоголем. На втором месте смерть в результате отравления суррогатами. Ну, получается, даже шесть штук, наверное. А, не пять, а шесть. Шесть, шесть. А там что? Есть еще? А, два, три, четыре, пять. Это уже розлитая, да? Смотри, она по уровню как. Пятилитровые бутылки и канистры до самого горлышка заполнены жидкостью. Позже экспертиза установит в емкостях этиловый спирт. Его на этом складе оперативники обнаружили больше восьми тысяч литров. Здесь же еще пустые стеклянные бутылки, которые сотрудник нелегального предприятия якобы просто собирал. Между тем, в припаркованных у склада фурах полиция находит еще 24 тысячи литров спирта неизвестного происхождения. Организаторы бизнеса, вероятно, в преддверии Нового года планировали нажиться на полтора миллиона рублей. Не вышло. А на этих кадрах оперативники управления экономической безопасности с бойцами СОБРа прерывают разгрузку товара. В Кирове обнаружили 6 тысяч бутылок контрафактной водки. Производством занималась целая криминальная группа. Поленку сами производили, клеили этикетки и развозили по регионам страны. По данным полиции, нелегальный бизнес уже принес владельцам по меньшей мере 3 миллиона рублей. Сколько человек от употребления такой водки попали в больницу, даже страшно представить. За 8 месяцев текущего года лидером упойной статистики России стала Кировская область. Смертность от отравления алкоголем с января по август 16 человек на 100 тысяч населения. Цифра может показаться не такой значительной, тем не менее, этот показатель гораздо выше среднего по стране. Не исключено, что в ближайшее время власти области выйдут с новыми ограничениями продажи спиртного. Между тем, крупные ритейлы области уже отмечают повышенный спрос на алкоголь и объясняют это приближающимся Новым годом. Ольга Шмырина, Александр Рожков, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова